Добрый вечер на канале УТВ программа Акцент. Меня зовут Ксения Телешова. У нас сегодня разговор с народным артистом России Дмитрием Хворостовским. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Сегодня ехал сюда и думаю, какая честь, буду писать интервью с лучшим баритоном мира, пожалуй. С каким настроением вы приехали в Екатеринбург? Я вообще очень достаточно часто сюда приезжаю. Для меня Екатеринбург один из самых знаковых мест вообще в России. Здесь очень хорошая публика, которая прекрасно знает классическую музыку и прекрасно знакомая с моим творчеством. Вот, поэтому программа, которую я выбрал, очень-очень сложная и большая. Вся состоящая из больших таких сложных баритоновых арий. Вот, так что настоящим меломанам, я думаю, что будет очень интересно. В очень непростое время я понимаю, что многие люди задумываются, прежде чем покупать билеты, потратить эти деньги на хлеб насущный или пойти на концерт классической музыки. Я считаю, что это, конечно, вопрос сложный и большая такая дилемма стоит. Но, тем не менее, я очень хотел бы с вами встретиться, дорогая публика. Я знаю, что сезон вы начали в Париже. Просто у меня никогда не заканчивается этот сезон. Да, видимо, да, я начал в Париже. Расскажите, с чего начался и какой у вас репертуар? Я уже не помню. А как подбирается репертуар, как подбираются программы? Ну, просто в Париже я около... Ну, несколько лет я не пел в Бастилии, вот эта опера знаменитая. И вот когда мне предложили спеть травяту, я согласился и с удовольствием приехал, тем более, что ты совсем рядом с Лондоном, садишься на поезд, и через практически полтора-два часа ты уже в Париже, причем в самом центре. Вот, поэтому, и тем более Париж в сентябре очень красив. Красив, и он всегда красив. И зимой, и летом, но особенно вот такие вот осенью, когда начинают немножко желтеть уже листы. И, конечно, мне было очень приятно. Я смотрела интервью с вами, где вы сказали, что в детстве, когда вы в три года уже знали, что вы будете оперным певцом, это интервью с Познером. Буквально вчера посмотрела. Вы сказали, что у вас в детстве, в принципе, был заурядный голос. Тогда как удалось создать вот этот вот настоящий феномен? Я был приятным, всегда приятный голос, но очень небольшой. И когда я пел в хоре, соседние мальчики или девочки меня очень сильно перепевали. Я, в общем, для меня было не очень просто всегда петь и заставить себя открыть рот. Для меня это всегда был какой-то удивительный процесс, исходящий из моей души, из моего сердца. И просто так заставить себя петь я практически не мог. Меня всегда вот бабушка моя заставляла. Я тебя пою, я тебя пил-ел, значит, ты спой для моих гостей. Не хочу, не хочу. Пой. Вот она меня заставляла, я вставал на стульчик и пел. Вот. И я никогда не забуду, что самых первых, наверное, опытов таких, я чувствовал, что, ну, что-то вот меня возносит над этой действительностью, над реальностью. Как, впрочем, и сейчас. А потом, кто повлиял на вас? Образование или это? Или, может быть, это Шаляпин вы говорили, что много его слушали и какие-то вещи перенимали? Ну, очень много вещей, конечно. Жизнь большая, тем более я рос в музыкальной семье. И, естественно, отец, прежде всего, мать, бабушка, вот, педагоги. И Галина Алексеевна Астанина, у которой я учился в училище, когда я учился как дирижер хорови, как Катерина Константин-Айофель, у которой я учился и занимался по специальности. Затем, когда я вышел из этих пенатов родных, я начал учиться уже у своих коллег, у дирижеров, по записям, как нужно, как хорошо, как плохо. И, в принципе, это, конечно, это большая работа и умение учиться. Учиться надо всегда. Вот. И этот процесс абсолютно, в общем, как-то переходящий из одного другой, вытекающий. Так что это никогда нескончаемая работа. А как удается при таком количестве концертов, переездов, а, сохранить голос и, б, находиться в такой блестящей форме? Я, ну, нужно заниматься так же, как занятия спортом. Нужно владеть и своим телом, и так же владеть своим голосом. Как, вот, встаешь к станку в балете, да, каждый день, два раза в день, занимаясь балетом. Ну, так же нужно заниматься своим голосом. Каждый день нужно быть в тренинге, несмотря на переезды, ты переехал, нужно выспаться, не всегда удается, но, тем не менее, это очень-очень важно. Здоровая диета, здоровый, прежде всего, сон и занятия, занятия. Иногда нужен отдых, вот. Но, в принципе, чем больше работы, тем лучше, тем в большем тренинге состоит голос. А голос по наследству передается? У вас четверо детей, насколько я знаю, поют? Безусловно, передается. Дети поют, но, по-моему, на втором поколении или на первом поколении талант отдыхает. Так что мои дети, они, безусловно, мультиталантливые. Вот, я думаю, что в чем-то, но они себя проявят. Если даже не будут ни артистами, ни музыкантами, ни танцорами, то, возможно, будут или учеными, или просто хорошими людьми. И главное, чтобы человек был счастлив, вне зависимости от того, чем он занимается. Правда же? Конечно. Говорят, что необходимо пройти определенную школу, чтобы стать звездой. Я знаю, что вы говорите, что звезда рождается не в школе. Звезда – это звезда. И большой дар найти того единственного человека, который может стать хворостовским, например. Вот если сегодня ребята хотят сделать хорошую оперную карьеру, что им следует делать? Звезда, я бы не отмечал вообще таким словом. Звезда – это, естественно, большая совокупность каких-то данных, профессиональных данных. Плюс продюшерская работа, плюс большие деньги, плюс удача, плюс и так далее. То есть вы меня прекрасно понимаете. Просто в наше время сейчас все труднее и труднее становится стать звездой оперной музыки или классической музыки. Правда же? Для того, чтобы стать звездой, нужно, во-первых, конечно, много учиться, но можно меньше учиться. Потому что если у тебя есть талант, то достаточно, что ты красиво или там смазливо выглядишь. И достаточно, что ты как бы попал в, так называемую, струю, что ли, и все может случиться. Но случившись, все может произойти, через некоторое время у тебя просто жизнь выбросит, и ты окажешься никому не нужен. Поэтому нужно работать. Вне зависимости от того, какая ты звезда и чья ты звезда. А насколько сложно перестраиваться, когда ты работаешь на разных языках? Вот с точки зрения фонетического произношения, да, существуют определенные тенденции, восприятие разное. Ну, вы знаете, вообще жанр оперного искусства, он, конечно, интернациональный. И для того, чтобы утвердиться на высоте, нужно, прежде всего, конечно, нужно заниматься и владеть языками. Плюс произношение, конечно. Произношение очень важно. И помимо других, естественно, данных, музыкантских и так далее, музыкантской работы. Поэтому этому нужно уделять очень много внимания, особенно в начале твоей карьеры. Нужно заниматься языками обязательно. А сколько языков знаете вы? Ну, я знаю три-четыре, в общем. Я говорю сносно на трех, а можно общаться на четырех, на пяти. Очень здорово. Почему? Ну, это мало. А, это мало. Моя жена говорит на пяти языках. Мои дети говорят, ну, на двух, на трех тоже. Ну, я думаю, что это только начало. А знаете, говорят, что публике, ну, чтобы она ходила, например, на концерты, массовая публика, нужно сделать определенные реверансы. Например, когда в опере слова непонятны, то это не каждый может выдержать. А в опере слова, например, когда это женский вокал, зачастую непонятны. Абсолютно верно, да. Делает ли сегодня оперное искусство какие-то поблажки для зрителя непосвященного? Я, например, знаю, что вы же не только исполняете оперные произведения, вы романсы поете, например. Нет, не только романсы. И я с удовольствием слушаю. И песни, и попсу я пою, и все, что только я не пою, и, в принципе, и религиозную музыку, какую только музыку я не пою. Но я считаю, что, в принципе, мое мнение может быть абсолютно субъективным и спорным, но я считаю, что слова вторичны. Когда мы говорим о классической музыке. Потому что музыка заключает в себе огромный импакт, что ли. Ну вот такой вот пакет, который уже находится в этой музыке. Поэтому зачастую, особенно в опере, слова вторичны, потому что, ну, не у всех совершенный вокал, не у всех возможно слышать и понимать. Даже если ты слышишь, то не обязательно ты понимаешь, потому что, естественно, оперная музыка звучит на разных языках, подчас непонятных. Вот, поэтому нужно отпустить все свои сенсоры и наслаждаться музыкой и искусством. Потому что оперное искусство, оно очень многожанровое. Опера заключает в себе огромное количество разных жанров. И театр, и, значит, и камерную музыку, и вокальную музыку, и симфоническую музыку, и движение какое-то сценическое, и декорации, и, значит, и балет. Все, что угодно. Спасибо вам большое за программу. Спасибо, Ксим.